Йоу-йоу-йоу! Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать вот такой Lex кабель. Поехали! В общем-то, я себе приобрел новый педалборд и, соответственно, понял, что все-таки нужно нормальными кабелями, патчами соединять педали. Вот. Чтобы они занимали меньше места, ну и просто, чтобы все надежно было и красиво. И я уже давно слышал про такие вот Lex кабель. Вот. И сейчас мы прямо его вскроем. Ну давайте, смотрите, видите, он сам все вручную делает. Значит, здесь кабель, здесь вот эта штучка, то есть просто он сначала степлер раскрепляет, потом клеит наклеечку и получается так классно. А вот здесь с задней стороны степлер. Ну давайте попробуем, откроем. Так, вот кабелек. Кстати, вот эта вот стяжечка прикольная. У меня просто уже купил одну упаковку и уже установил на педалборд, ну там штук 5, наверное, патчей я сделал. Вот. И мне не хватило, я понял, что я просчитался и заказал еще вот такая стяжка. Вы, кстати, можете потом использовать. То есть так раз, раз и все, она держится. Прикольная вещь. Этот набор стоил 1800. Здесь 6 джеков, то есть это 3 патча получается, 3 патч кабеля. Жидкость. Это когда патчи скрепляешь, жидкость, чтобы не ржавела. Ну там не ржавела, не окислялась и так далее. И вот такой вот инструмент. Ну сейчас я все покажу. И, по-моему, это метр кабеля. Да, наверное, метр. Вот. Кабель супер тонкий и это преимущество. То есть я вам потом покажу. На педалборде он очень классно смотрится. То есть его практически незаметно и выглядит все очень как бы солидно. Но жила сама, сама жила, она толстая. То есть вот эта центральная жила, я не знаю, будет видно или нет, она толстая. И вот эта рубашка тоже толстая. То есть в принципе все ок. То есть должно нормально по звуку все быть. Ну что, поехали дальше. Вскрываем. Вот такая. Вот здесь есть инструкция. Такая примитивная инструкция, как собирать. Но выглядит очень классно. То есть все равно, когда его собираешь, нужно посмотреть видео в их группе ВКонтакте, по-моему. Вот. Но, в принципе, хорошо, что они здесь сделали, чтобы ты так наглядно сразу раз положил, на этом все собирал. Откроем пакетик. Так, ну давайте сначала вот это устройство. Эта штука нужна для того, чтобы обрезать кабель. Именно не ножиком срезать вот эти вот слои резинки, а именно вот специальной штукой. И она так прокручивается, очень классно делается. Ну я сейчас покажу вам. Жидкость-контакт. Контакт какой-то. Короче, это жидкость, чтобы не окислялся провод. Вот они. Шесть кабельков. Точнее кабельков. Шесть джеков. Получается. Так. Смотрите. Сейчас вам все покажу. Ничего тут нету особо сложного. Есть такая гильза, которая как раз ровно 12 сантиметров. Ой, сантиметр. 12 миллиметров в длину. Вот. И вот такая закручивается гайка. И сам джек, то есть тут тонкое такое отверстие, и там внутри стоит такая игла. И как раз вот этот кабель, он жилой своей потом будет насаживаться туда внутрь на эту иглу. В чем смысл? Берем кабель, берем кабель, надеваем вот эту вот, как бы гайку с вот этой вот, не знаю, как она называется, вот эта вот пластина. Надеваем на провод. Далее. Нам нужно отрезать 12 миллиметров. Это ровно вот длина вот этой вот как раз вот пластинки. Забыл, как она называется. Берем вот это устройство, вставляем во вторую жилу, во вторую жилу, вот так вот. Вот. Теперь берем вот эту штуку, надеваем сверху, вот так вот. Смотрим, чтобы она касалась, там, кстати, вот на видео у него не очень понятно, чтобы именно железной штучки она касалась, вот которая будет резать. Вот так вот выстраиваем, чтобы она ровненько вровень была. Все. Теперь мы вынимаем вот эту вот гильзу, откладываем ее и проворачиваем. Там написано 1-1,5 оборота, но я несколько делаю. Все. Раз. Очищено. Теперь надо, главное, не забыть поставить эту штуку обратно. Ставим ее обратно. Все. Она там болтается. Теперь что нужно сделать? Теперь нужно вот эту вот рубашку вот так вот вниз просто расправить. И вот сейчас... А нет, ну сейчас мы сделаем операцию, еще одна операция. То есть сейчас нужно... Ну, вообще можно делать двумя способами. Я не помню уж, как удобнее там не было. Наверное, лучше сейчас это сделать. Зачистить вот эту штуку. Смотрите. Тут есть экран дополнительный. Это только в гитарных кабелях он используется. Этот экран. Вот. Он очень тонкий. Его надо очень аккуратненько снять. На видео ВКонтакте, в их группе показано, что он вот так вот здесь вот подрезает как-то. Но у меня получалось, что я порчу кабель, если я подрезаю ножом. Я не могу ровно подрезать. Поэтому я находил вот этот вот их соединение вот здесь в начале. То есть аккуратненько. Он очень тонкий. Вот. Вот так находишь его. И вот так вот уже все надрезало чуть-чуть. И вот так дальше стараешься надрезать. Вот до самого конца. Все. Вот до самого конца надрезал. Вот. Все. Он очистился. Вот этот вот черненький экран. Его нужно обязательно удалить. Потом он легко отрывается. И все. Остается вот такая штука. Эту штуку нужно обрезать здесь на 4 миллиметра. Для этого я просто беру линейку обычную. Обычную линейку. Кладу ее. Отмеряю вот так вот. Я не знаю, будет ли видно сейчас на столе там, насколько камера. Ну, сейчас я это просто сделаю. Вот. То есть отмеряю 4 миллиметра. И ножиком надо отрезать максимально ровно, чтобы ничего не сплющивалось. То есть нож должен быть острый. Чтобы она прям очень ровная была. На этом практически все. Практически все. Единственное, что нужно сделать. Так, сейчас. Это нужно вот эту в контакт. В контакт. Жидкость в контакте. В контактовской жидкости. Сейчас мы ее откроем. Так. Отлично. Так, снимаем вот эту вот резиночку. Объясни сразу, и крышка снимается. Так, аккуратно. Вот. Отлично. Снимаем резиночку. Открываем крышку. Открываем крышку. Это вот как раз нужно, чтобы центральное жило не заржавело. Для этого. Просто его наклоняем. Жидкость не выливается. Она такая густая. И сюда вот так макаем. Все. Макнули. Она не заржавеет. Далее. Берем наш камень. Этот джек. И вот аккуратно. Вот этой штукой. Просто вставляем. И до упора. Вот так вот. Все. Он там втыкается. В иглу. И вот так максимально до упора мы делаем. Вот. Максимально до упора. Далее мы выправляем рубашку сюда. Вот кажется, что вроде как-то это странно. Что она так прямо на резьбу. Но это нормально. Вот так она и должна быть. Все. Если все правильно сделали. Вот она вот так лежит. Потом берем вот эту скобку. Так. Кстати, когда первый джек одеваешь, можно еще забыть вот эту натянуть. Потому что можно с другой стороны кабеля ее как бы надеть. А вот когда второй одеваешь, уже надо не забывать. А то придется переделывать. Так. Все. Вот такое должно быть. То есть чуть-чуть должна торчать. Вот эта рубашка должна торчать. Все. Она торчит. И далее просто закручивается вот эта гайка. Или как она называется. Вот эта штуковина. Все. Вот. Мы ее закручиваем руками. И я ее еще закручивал. Можно ключ найти специально. Либо просто пассатижами. У меня такие есть маленькие. Сейчас я покажу вам. Правда, они очень плохого качества. Но что-то все нормально. Я не куплю никак. Вот такими пассатижами просто берешь. И вот так вот подкручиваешь. Чтобы она сидела идеально жестко. Все. Вот такой патч. Смотрите, как красиво смотрится. Просто супер вещь. Никакой пайки. Ничего не нужно. И выглядит все очень качественно. То есть вот чем мне понравился этот Lex кабель, что он выглядит очень качественно. Не знаю, сколько это прослужит и как, что. Это еще надо временем проверять. Но вроде бы все есть. И у них, я смотрел, 200 килограмм вешали груз вот на этот кабель. И он не вырывался. То есть он тут плотно как бы закручивается и плотно держится. Вот такой кабель. Давайте я вам покажу, как это выглядит на педалборде. Блин, мне опять вот разлилась, упала. Каждый раз я делаю эти патчи. И каждый раз разливается эта водичка. Так, сейчас мне надо протереть чутка стол. Ага, отлично. Так, ну давайте я вам покажу, как это выглядит на педалборде. Так, смотрите. Вот так вот это все выглядит. Вот эти патчи. Давайте я сейчас даже вот так вот сделаю. Уберу эту линзу. Вот, смотрите, две педальки я поставил прям очень близко друг к другу. Вот так вот я их прям раз. И вот они вот так вот держатся. Плюс в чем еще, что ты сам делаешь длину. То есть вот здесь вот у меня вообще супер короткий патч. Супер короткий. Вот, две педальки соединяет. Далее вот здесь вот тоже я сделал такой универсальный. Чтобы у меня тюнер... То есть первая как бы стоит квакушка в педалборде. Но на самом деле должен быть тюнер. Поэтому сначала идет в тюнер этот кабель. То есть вот он из тюнера идет уже сюда на вход. То есть вот в тюнер. Сюда втыкается гитара. И он идет в тюнер. А от тюнера вот он. Вот так вот по низу. Там уже где-то среди вот этих всех кабелей. Он заходит вот сюда вот в квакушку. С этой стороны. Они супер... Эти джеки супер как бы узкие вот здесь вот. То есть получается они очень узкие. И это экономит много места. У меня педальки стоят так широковато. Потому что я сделал. Просто у меня педалек не так много. Педалборд на будущее как бы приобретен. То есть еще в него будут ставиться педали. Вот. Но они поэтому так широковато стоят. То есть когда будет уже не хватать места для педали. Я спокойно смогу вот эту сдвинуть сюда ближе. Все их придвинуть. Вот так вот компактно поставить. И все. И будет просто все классно. То есть поместится еще одна или две педали. Вот такая вот фигня. Так что пока все очень круто. Вот смотрите. Я позвонил этому Лексу. Создателю этих кабелей. И сказал что. Блин. Было бы классно если бы он еще делал такие же. Само как бы. Ну. Которые может собрать беспаечные. Патчи только для питания. Потому что смотрите. Вот идет питание в борде. На все педальки. Да. И так как у них нельзя регулировать длину. То вот у меня тут получается место. Где просто эти все провода пересекаются. То есть видите. Не пересекаются. А то есть. Ты их здесь делаешь. Чтобы они шли. Как бы. Ну минимально место занимали. Но им надо где-то всем лежать. Потому что они разной длины. И вот эти длины оставшиеся. Я ее решил вот сюда. Вот над квакушкой. Тут есть место. Вот. И сюда их запихнуть. Но это некрасиво. Это колхозно. Было бы очень круто. Если бы так же ты длину вымерил. От каждой педальки. И прям провел сюда. Причем. Фишка-то еще в чем. Что смотрите. Допустим. Это я сделал маленький кабель. Допустим. Мне нужно будет что-то переставить. И этот маленький кабель уже не понадобится. И вроде казалось бы. Ой. Он пропал. На самом-то деле нет. Его просто раскручиваешь. Только кабель у тебя вот этот кусочек пропал. А джеки-то остались. Ты опять заново раз. Вытащил его. И вставил новый кабель туда. Вот и все. То есть все самому можно быстренько сделать. Это очень удобно. Очень классно. Так что ребята. Всем советую. Вот еще как сейчас я покрутнее сниму эти джеки. Не знаю. Открутим. Да. Руку откручиваю одной рукой. Давайте посмотрим. И самая фишка, что это русский производитель. То есть на самом деле, ну прикольно же. Вот. Кстати, у меня в педалборде, вот вы можете обратить внимание, у меня только две нерусские педали. Вообще сам педалборд русский. Вот. И вот этот дилей. И причем самый капризный, самый геморройный вот эта педалька. Потому что она не работает от стандартного питания. Это вот этот дилей американский электрогармоникс. Все остальное это АМТ, эмулятор кабинета. Это ревер от АМТ. Это аналог Ворм, тоже русский производитель. А, еще тюнер. Тюнер еще не русский, да. Ну и кабели русские, соответственно, тоже это очень классно. Вот, смотрите. Вот вот эта гильза. Вот эта гайка. И вот сам, сам, блин, сам. Вот я не знаю, не видно там иглу, конечно, это будет. Но там внутри игла. И на нее насаживается как раз центральная жила. Вот. Очень качественно все сделано. Очень качественно все смотрится. Очень клево. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на канал. Пока.